Семейная программа для всех и каждого Наставление до рычаисности и до новокольных людей Не в грошах счастья, кажется И как до этого ставится наша гостья Специалист по грошовой мысли Неганна Карпека Аня, добрый день Добрый день, Татьяна Благодарю вас за приглашение Очень рада быть сегодня в вашей студии Говорят, не в деньгах счастье Как вы к этому относитесь? Ну, вот вокруг же нас деньги Вот мы сегодня пришли в студию, да? И спросили тех людей, которые находятся на студии Мы говорим, ну, у каждого из нас есть кошелёк По-любому, это однозначно Вот Кристина Шалина, которая с нами находится Наш докорежиссер, говорит, у меня карточка У кого-то наличные и так далее Да, я согласна Деньги действительно нас сейчас окружают повсюду И без них мы не можем жить хорошо И давать хорошее будущее нашим детям Поэтому, когда человек говорит Не в деньгах счастье Ну, с одной стороны, это действительно так и есть Потому что счастье нельзя купить за деньги Счастье — это какие-то другие ценности Но мне очень нравится здесь мнение Такого американского бизнес-тренера Которого зовут Харф Эйкер Он говорит, что вообще не нужно сравнивать Лучше или хуже Это как вот рука и нога Но нельзя же сказать, что рука лучше, чем нога У человека должно быть всё в балансе, в гармонии И счастье, и здоровье, и деньги И вот тогда у него действительно жизнь полноценная И очень гармоничная Мы знаем, что деньги надо накапливать Вести учёт финансов Но часто всё равно Что не делаешь Начинаешь копить А потом бросаешь Почему? Многие психологи, которые приходили сюда к нам в студию Мы очень часто говорили о финансовой грамотности Но всё равно И мы понимаем, что мы должны каким-то образом Учиться распределять Свои какие-то свои деньги Но почему-то не получается Почему? В чём проблема? Почему не получается у многих? Да, благодарю Очень хороший вопрос И это вопрос, с которым много клиентов ко мне тоже приходит Действительно, мы все хорошо понимаем Что надо делать и как И как действовать грамотно в отношении денег Но очень часто нам мешают То, что называют в психологии убеждения или установки Это какие-то наши внутренние мысли Которые мы когда-то поверили И мы считаем, что это правда И мы никогда даже не задумываемся А почему я так считаю? Иногда люди даже не до конца осознают Все свои денежные убеждения И поэтому потом удивляются Что вот действительно пыталась накапливать А потом раз и всё потратила Как-то незаметно В студенческое время, когда мы получали стипендию Я помню, как же мы умели распределять деньги Да, да, я это помню Помните, да? Эту историю Когда нужно было что-то купить себе из обновок Когда нужно было откладывать на то, чтобы жить И, ну понятно, в своё молодое время хочется на дискотеку сходить И так далее За красивые глаза никто тебе просто не даст это сделать Ну, тогда мы как-то вот распределяли это Когда чуть больше денег появляется Когда ты начинаешь работать Ну, как-то оно всё Когда появляется семья Иногда это вот ты получила И потом вот Через пять дней их нет Ну да Конечно, тут ещё есть вопрос в том Что всё-таки Желательно учиться больше зарабатывать Потому что иногда объективно денег Ну, действительно, не очень много И на просто даже бытовые нужды семьи Людям, ну, не всегда хватает И с избытком, да? Поэтому Первое, конечно, это учиться мыслить о том Как я могу больше зарабатывать Как мы можем нашей семьёй Совместно создать больший доход Когда у нас будет вот этот излишек Когда мы уже купили всё, что нам надо И едой заплатили там коммунальные платежи Да, и там детям в школу и так далее У нас ещё остаётся И вот как распоряжаться вот этим остатком денег Вот это уже Погулять хорошо, раз всё купили, значит Ну, гулять это хорошо Но, кстати, это рано или поздно Это и вас провоцирует Тоже надоедает, знаете Гулять, гулять бесконечно Ну, есть любители, конечно Но если люди более серьёзно настроены на своё будущее Если они хотят для своих детей создать Какую-то базу Какую-то основу в жизни Ну, я думаю, любой родитель захочет ребёнку Как минимум подарить там машину, может быть Да, или хорошее образование дать Или как минимум ноутбук купить Чтобы ребёнок мог нормально учиться Тогда уже люди начинают более осознанно относиться к деньгам Уже так стараются всё не тратить Но вот тут возникают как раз проблемы с убеждением Потому что именно убеждения влияют на наше поведение очень сильно Ну, какие-то убеждения, например Да, ну Когда вы проводите какие-то встречи с людьми Конечно, есть убеждения Например, когда ты чего-то достигаешь И ты понимаешь для достижения, что нужно Нужно учиться Нужно помимо того, что ты умеешь хорошо делать Ещё нужно очень большое количество навыков Чтобы быть конкурентоспособным человеком Да На рынке труда и так далее Вот это вот то, что мне пришло вот сейчас на ум Да, ну вот одно из убеждений, да И оно часто называется денежным потолком Когда у человека есть связь о том Как много мне нужно трудиться Чтобы вот столько денег заработать То есть это к вопросу о том Насколько я себя ценю как специалист И тогда действительно Насколько я готов вкладывать в своё собственное развитие И если я считаю, например И это убеждение, кстати Что я недостаточно умный Недостаточно компетентный Недостаточно образованный Тогда я, с одной стороны, считаю Что я не заслуживаю много денег за свой труд А с другой стороны, тогда я говорю себе Ну и нет смысла тогда мне развиваться И нет смысла учиться чему-то новому Потому что зачем? Всё равно я не умный, как бы Да, и зачем тогда это всё? И вот это людей очень останавливает, конечно Что ещё? Какие убеждения? Например, есть убеждение вообще общее такое Что денег, ну, как-то не хватает Это часто бывает именно убеждение А не факт Потому что Как вот смотришь У человека деньги-то есть Но он всё время живёт Вот с этим чувством нехватки Не хватает денег А что, если завтра деньги закончатся? А как же я буду? А что, если я их потеряю? Или всё потрачу? Или, не дай бог, там, не знаю Что-то случится И придётся излишне потратиться Там, ну, на ремонт машины, например Или ещё что-то, да? И ведь это тоже убеждение Потому что деньги у человека есть А ему кажется, что их как будто бы нет Да? Или не хватает Тоже очень распространённое такое убеждение Ну, есть очень забавные убеждения Например, как-то раз я услышала о том Что деньги – это грязь Я говорю, да вы что? Как же так можно? Она говорит, а просто в детстве Мама мне всегда говорила Вот ты трогала деньги Иди теперь помой руки с мылом И у меня после этого вот эта идея появилась Что деньги – это грязь И я теперь не хочу даже с ними соприкасаться Лишний раз И наличкой стараюсь не пользоваться Видите, как бывает Слушайте, вот интересно, да? И это перефразировать же можно, да? Это действительно Деньги мы берём руками И да, там бактерии Но с другой стороны У человека складывается И откладывается другое Да? Отношение к деньгам Что... Ну, это, конечно, во многом происходит в детстве А в детстве у нас мозг По-другому немножко работает И дети немножко по-другому делают выводы Они же не могут видеть, ну, как всю картину целиком Да И поэтому всё, что говорят родители Они воспринимают Целенаправленно, да? Прямо Очень буквально, как есть Да Иди, мой руки с мылом Значит, ну, точно что-то грязное Да? Или, например, когда родители сравнивают ребёнка в школе И говорят Вот мне мама говорила всё время А вот Оля получила пятёрку А вот ты получила четвёрку И у меня, я помню, долго было убеждение Что Оля лучше, чем я И, значит, Оля заслуживает лучшего чего-то Ну, там, внимания, любви, заботы, не знаю, чего угодно А я, значит, не заслуживаю Потому что я как-то хуже, чем она И это тоже убеждение И это всё закладывается в детстве, к сожалению Ну, хорошо Про семью давайте поговорим Да? Да, это очень важная и нужная тема Когда формируется бюджет семьи Опять же, это принимают участие в этом два человека В основном Хотелось бы, чтобы так было Да, но это идеально Да, это идеальный вариант Как на самом деле обстоят дела И как вы обращаете внимание Кто должен следить за бюджетом семьи И кто должен быть, ну, таким, как бы это сказать Мне интересно ваше мнение Казначеем, что ли У кого должна быть основная кубышка Я, я, давайте, вот вы сейчас думаете над ответом Я скажу, что мне кажется, что это всё-таки женщина Потому что именно она там, например Ну, чаще всего, в большинстве случаев Она ходит в магазин Она понимает, что нужно купить детям Там, например, вот перед школой, да Или когда отправляют их на отдых куда-то Всё это женщина Да, это у нас так сложилось исторически и культурно Что действительно в большинстве семей Допустим, даже если зарабатывает мужчина Или оба зарабатывают, да Но всё равно потом как-то женщина принимает Вот эти вот решения основные, бытовые, скажем так Но я могу сказать, что время, конечно, меняется И я вижу сейчас более, например, молодое поколение Они по-другому уже на всё это смотрят И, например, сейчас гораздо важнее людям Ну, знаете как, вот это чувство свободы Делать то, что мне больше нравится Делать то, что мне больше хочется И далеко не всегда сейчас женщины Такие уж бережливые, да У меня куча подружек, которые могут пойти Потратить за один день просто кучу денег И даже сами не замечают Как так произошло? Деньги говорят, как вода сквозь пальцы Да, это тоже, кстати, убеждение Которое нужно замечать То есть, я думаю, сейчас более правильно Для партнёров в семье Просто договариваться Взаимно садиться и обсуждать Какие у нас совместные семейные планы Финансовые, вообще просто жизненные цели Какие у нашей семьи И потом смотреть Какие у каждого из нас есть способности, таланты И, соответственно, кто из нас С какими задачами лучше справиться Например, вот раньше больше всё-таки считалось Что мужчина должен зарабатывать и обеспечивать Но сейчас, например, выигрывают бизнесы и компании Которые больше внимательны к своим клиентам Лучше понимают нужды своих потребителей А ведь если задуматься, то это женское качество Правда, женщинам гораздо легче понять Что хотят клиенты Почувствовать, да, вот их желания И поэтому иногда у женщин бизнес лучше развивается И тогда партнёры могут договариваться Например, что жена зарабатывает А, например, муж, если он более бережливый, скажем И такой внимательный к цифрам человек Например, он занимается бюджетом Ну, сейчас это нормальная уже схема Времена меняются, мир меняется И если это приемлемо для обоих партнёров То это рабочая схема Как-то приходила ко мне Наталья Вот забыла фамилию Она тоже работает с деньгами И она говорила о том, что Темченко вспомнила Она говорила о том, что обязательно должны быть Три конверта, как минимум Там на жизнь, на отдых и на будущее Как вы к этому относитесь? Ну, это тема распределения денег Это тоже убеждение о том, что мы должны всё-таки уметь Распределять свой бюджет Кстати, спасибо за пример Убеждения не всегда нам мешают Есть убеждения, которые нам очень помогают На самом деле И вот это хорошее убеждение Что нужно своим бюджетом распоряжаться разумно И это даёт возможность даже при небольших доходах Жить достаточно хорошо Я с Натальей согласна, что действительно нужно иметь Отдельные какие-то накопления или сбережения На разные цели Уже сколько там конвертов Это каждый решает сам для себя Потому что у меня есть, например, знакомый Который деньги отдельно на удовольствие складывает Почему? Ему очень жалко тратить деньги на себя Ну, очень жалко ему тратить И он говорит Я понял в какой-то момент, что я вообще не получаю удовольствия от жизни Я только работаю, зарабатываю, складываю деньги И всё Поэтому он выделил специальный конверт на удовольствие Определённая сумма И он себя как бы заставляет эти деньги потратить И в этом есть большой счастливый человек Ну, да У него нет семьи пока, что может себе позволить Но идея в том, что деньги ведь Они тоже должны быть в движении И если мы хотим только накапливать-накапливать Мы всё равно немножко Вот этот поток денежный как будто перекрываем себе И поэтому конвертики могут быть у каждого свои И опять же лучше договориться вместе с партнёром Второй вопрос, как быть, если деньги на карточке Снимать их наличкой и ложить в конвертики Или не снимать Это тоже надо как-то вот учесть Но я вообще обычно говорю сначала Пару месяцев просто пишите свои расходы И смотрите вообще какие статьи у вас Самое сложное, поверьте Я очень много тем поднимала денежных И с абсолютно разными специалистами И делала опрос среди своих коллег Среди своих знакомых Самое сложное это И это очень маленькое количество людей делает Которые пишут свои расходы И потом как-то я нашла таких людей Отверженных людей Которые показывали мне вот эту Там была такая тетрадка Помните, как у нас зелёная такая была В школе, да, 12 листов Расчерченная, да, на два столбика Да, и чеки Ага, да Это Я вам скажу, это не так сложно Там заставило жизнь это делать Я тоже пробовала, я вам скажу честно Меня хватило, наверное, на полмесяца На неделе две, а то, может, и меньше чуть Но это помогает на самом деле Конечно Вы правы на 100% Это действительно помогает Ну вот в моей ситуации, допустим, да Как мы договорились с моим мужчиной Меня тоже очень сложно вести этот учёт Поэтому я просто завела привычку Все чеки из магазинов Из всех, где вот я покупаю Я их просто приношу домой И складываю в стопочку Вот даже не разбираясь вообще То есть не выбрасываете, а складываете Нет, я их просто приношу Я их намеренно всегда прошу на кассе дайте чек Ну если вдруг не дают, да Я их просто приношу И складываю дома в стопочку Всё Все расходы по карточке, конечно же Фиксируются в интернет-банке Их тоже легко посмотреть Потом раз в месяц просто Он садится Ему нравится считать цифры Да, он инженер по образованию Он садится, берёт эти чеки И просто выписывает по статьям расходов Столько на еду Столько там на развлечения Столько ещё там на что-то И мы видим в конце месяца На какие у нас статьи расходов Сколько денег ушло Исходя из этого, можно уже прогнозировать дальше На будущее Например, если мы на еду там тратим Ну, например, там 500 рублей Я не знаю, в месяц, да Я, кстати, не знаю даже цифр Он знает, но неважно То я знаю, что, например, мне нужно И на следующий месяц Такую же сумму на еду планировать Ну вот так как бы И тогда бюджет вести легче Когда есть конкретные цифры Действительно, деньги любят счёт Да, мы с вами уже тоже Это немножко обсуждали Ну вот мы, да, затронули эту тему Тему того, что деньги любят счёт И даже есть такое Я посмотрела в интернете Что когда их просто пересчитываешь Да Это оказывается такая Где-то магия, что ли Это хорошая такая психотерапия Даже в каком-то смысле, правда Ну и деньги считать нужно, да, посчитывать? Конечно Ну, знаете, как говорят Мы не можем управлять тем, что мы не видим Или тем, что мы не понимаем Поэтому, когда мы считаем свои деньги Мы видим реальные цифры И мы на них можем повлиять Просто мы можем решить Что нам нужно Увеличить доходы Снизить расходы Ну, уже как-то принимать осознанное решение Жадность, это экономия? Хороший вопрос Ну, как минимум, это два разных слова И они, конечно, имеют разные смыслы Перед эфиром я вас пытала Да Моё мнение такое, да Что разумная бережливость Это хорошее качество И уметь, скажем так, экономно Ну, от слова экономика Да, то есть Грамотно, взвешенно, разумно распоряжаться деньгами Это очень классное умение Но иногда оно становится Ну, как и всё Как говорят Что занадто, то нездраво Да, вот это та история Что когда это уже через чур Когда человек начинает экономить На своём здоровье Действительно на своих вот удовольствиях На счастье своих детей И когда он может это себе позволить Но он всё равно на это не тратит деньги Но вот это уже называется жадность И это, наверное, уже излишняя такая Любовь к деньгам Которая, ну, не очень, наверное Как-то хорошо человека характеризует Что-ли, да То есть жадность Это когда человек Не живёт полной жизнью Он как вот этот скрудж Помните, в мультике был такой Он был одинокий Он был такой замкнутый человек Да, и всё, что он видел Только его золото-золото Но это, конечно, тоже очень ограниченный И внуков не видел, которые рядом Так в том-то всё дело, да То есть надо же понимать Что, конечно, деньги важны Но есть и другие богатства в нашей жизни И надо всему уделять внимание И ни на чём не зацикливаться Анна, вот тема семьи Хочу ещё продолжить её Молодое поколение Вот мы немножечко затрагивали Но, тем не менее, учить распоряжаться деньгами Нужно детей Как это делать правильно Вот на ваш взгляд С какого возраста И, ну, что бы вы посоветовали Ну, явно же Те люди, которые приходят к вам На консультации Они спрашивают Вот у меня есть дети Как с ними вести бюджет И как... Ведь, когда приходишь с ребёнком в магазин Статья расходов увеличивается Потому что я бы, может быть, и не покупала Там какой-то есть такой пластилин Который такой воздушный пластилин Я вспомнила Вот наш видеограф Саша Герасимов улыбается Он тоже в курсе В сознании Вот этих всех дел Ну, как не купить? Ну, приходится покупать А эта игрушка, чтобы вы понимали Где-то на... Ну, хорошо, если на день А сколько стоит он примерно? Не очень дорого Но, вы знаете Хочется каждый день новые Тем более они разных цветов Засыхает быстро Ясно, поняла Тут надо понимать Что дети учатся двумя способами Первый Это они слушают Что говорят родители Второй Они просто подражают Поведению своих родителей Поэтому нужно понимать Что каждое сказанное слово И даже не сказанное А просто поступки наши Обязательно у ребёнка отпечатаются И ребёнок потом Либо будет повторять Наши стратегии Либо он будет делать Как говорят С точностью наоборот Как бы из такого Духа противоречия Поэтому Я думаю, что чем раньше Ну, тут сложно сказать конкретно Ну, наверное Лет до пяти-семи Пока у ребёнка Ещё не очень сформированная психика Наверное, ещё рановато Но уже в этом возрасте Родители могут своим примером Просто показывать И проговаривать Что мы идём в магазин У нас сколько денег Как они, да Сами распечатают То есть ребёнок видит всегда Что мама с папой Ссорятся из-за денег Это очень частая история И они очень расстраиваются Из-за этого Ребёнок хочет понимать Почему мы не можем Сегодня купить этот пластилин Ему нужны чёткие причины Понятные Чтобы это не было Просто мамина прихоть Да, чтобы это было Объяснено, опять же, на цифрах И тогда ребёнок тоже понимает И нормально, спокойно Это воспринимает Просто очень часто Нам кажется, что Ну, мы там сказали фразу Не подумав И вроде как бы Не заметил никто Это во всём А ребёнок услышит И я могу сказать Что у моих клиентов Чаще всего Проблемы с деньгами Именно из-за того Что происходило в детстве Именно из-за того Что они, например Один мужчина Пятьдесят лет Ну, около пятидесяти Пришёл Говорит Я не знаю, что происходит У меня была хорошая работа Но как-то меня там уволили А потом работа была похуже А сейчас я вообще не могу На работу устроиться Вот таксистом подрабатываю Что происходит? И мы выяснили Что в детстве Ему мама говорила Неоднократно Ой, ты у меня Такой неприспособленный Ну, как же ты в жизни сможешь? Ты же вот вообще Даже не бизнесмен Не предприниматель И вообще деньги Не умеешь зарабатывать Как же тебе будет тяжело в жизни? И представляете Вот это программирование Как на него повлияло Человек в 50 лет Не в состоянии себя обеспечить даже Поэтому родителям Важно просто начать отслеживать Да Вот Даже вот вы сказали Ну, я же не могу не купить Это убеждение Да Потому что за ним наверняка Что-то стоит Наверное, покупка Означает что-то важное Иногда бывает Мы покупаем вещи Чтобы себя побаловать Почувствовать себя любимыми Да Или порадоваться чему-то Как будто жизнь не очень радостная Хочется порадоваться Поэтому мы покупаем Что-то вкусненькое Что-то яркое Да А ведь можно развить Какие золотые слова Да Себя и радоваться жизни Без того, чтобы тратить деньги Ведь есть много прекрасного Сейчас лето Идите на улицу Там прекрасная солнечная погода Правда? Встретиться с друзьями Погулять Ну, как бы много чего можно придумать То есть, опять же Можно с детьми просто Больше делать активности Знаете, вот я поняла такую вещь Родителям иногда проще откупиться К сожалению От ребенка Да, деньгами Игрушками Включить ему мультики И все Иди, не трогай Но детям важнее наше внимание То время Которое мы с ними проводим Да Не отвлекаясь ни на какие мысли и заботы И поэтому Если давать ребенку просто больше внимания Видеть их Слышать Говорить с ними об их чувствах Играть с ними в интересные игры Кстати, есть игры для детей про деньги Про деньги, да Их можно покупать И вместе играть И родителям польза, кстати, будет от этих игр Поэтому Просто надо понимать, что Чем раньше ребенок получит здоровое отношение к деньгам Тем больше шансов у него в жизни Хочу обратить внимание на ваши прекрасные слова Которые Когда вы сказали, что Мы пример для наших детей Конечно Очень хочется, когда ты делаешь Какие-то выводы из своей жизни Не привносить это уже в свою семью Потому что мы очень благодарны тому, что мы родились Тому, что мы выросли в замечательной семье Но все равно есть какие-то, как вы говорите, моменты Которые не хотелось бы принести И вот, конечно, хочется Самого лучшего для своих детей Дай бог, чтобы вот эта чуткость Присутствовала у всех родителей Абсолютно без исключения И в разном возрасте Ну, и, конечно, родителям нужно какую-то работу делать над собой В любом случае Согласна Правда? Даже если мы уже замечаем за собой Да Например, хотя бы книги какие-то почитать Последить Какие у меня убеждения в плане денег И если родитель у себя это все прорабатывает То, конечно, он не будет это передавать ребенку Вот есть еще тема семьи Когда Я хотела ее затронуть Когда важны те качества Которые ты приобретаешь в жизни Когда вот то, что мы с вами обсуждали Навыки Да, навыки всевозможные Когда ты принимаешь какое-то определенное решение Вот в последнее время я заметила Что очень много семей Молодых семей Сильных, крепких Которые сообщать делают очень много дел Гармоничные такие Когда они выезжают в деревне Покупают дома Занимаются сельским хозяйством Фермерством И где делают вкуснющие Позволю себе употребить Такое слово Сыры всевозможные Масло Сыродавленное Да, прекрасное И я еще раз подчеркиваю Что эти люди, они молодцы Они не ноют Они не говорят Что им сложно Они стараются совершенствоваться в своем деле Продавать Продавать тем людям Которые заинтересованы В этом продукте Свою Да, то, что чем они занимаются Ну и плюс это дети Смотрят на то, чем занимаются родители И как сложно Порой сделать тот самый сыр Да Прекрасный пример Прекрасных родителей Вот вам, пожалуйста Про навыки Про навыки, да Или вот еще один другой пример Я расскажу Что мы с вами где-то коллеги Да, потому что и вы журналисты По первому образованию я И есть у меня еще одна моя коллега Которая тоже журналист И вот она для того, чтобы достичь Определенных целей своих жизненных Которые она ставила перед собой Она много чего решила поменять в своей жизни Она в совершенстве выучила иностранный язык Она очень много занималась Всевозможными психологическими какими-то Тренингами И у нее много сертификатов Всевозможных, чтобы быть действительно Конкурентно способной на рынке труда Вот вам, пожалуйста И человек делает сам себя Конечно же, от этого зависит ее доход Да, однозначно Ну, это то, что мы тоже обсуждали Про баланс брать-давать Человек иногда думает, что Вот я буду сидеть и ждать, пока мне кто-то даст Как будто бы Ну, это опять же детская такая позиция В детстве, конечно, нам дают родители Много чего Они нас обеспечивают Иногда ребенок так и остается ребенком И в 35 и 40 лет Вот вы правы И которые ждут, что нам надо все это дать Что я буду просто сидеть и высовываться Ну, ничего, посиди А, кстати, мамы же есть такие Да, у сыночек ты устал Сиди, я сама все сделаю Да, посуду помою На самом деле Вот пример даже моего племянника Ему сейчас 25 лет Лет в 15 Вот мы заметили с моей сестрой Что он очень хорошо рисует Ему это нравится И я ему просто сказала Хочешь научиться рисовать на компьютере тоже Он сказал Да, хочу Я ему тогда заплатила за курсы по фотошопу Ну, так, это недорого стоило Ну, это хороший подарок Ну, я решила, что это лучше подарок Чем просто вещь какая-то Он прошел эти курсы Он так увлекся Он потом дальше сам стал изучать Дизайн компьютерный, веб-дизайн и прочее И потом он сказал Мне надо выучить английский язык И он его выучил И вот сейчас он работает в IT-компании Дизайнером веб-сайтов И настолько ценный специалист Что даже когда на полгода он уходил в армию там отслужить Его, ну, на его позицию никого не взяли другого Сказали, ты такой хороший, мы тебя дождемся Мы твою сохраним позицию И он вернулся И сейчас прекрасно работает И все здорово Так что примеров много хороших, к счастью Совершенно верно Ну, у нас не так много времени уже остается Вот что бы вы хотели пожелать нашим слушателям В конце нашего разговора? В отношении денег Конечно, я хочу пожелать благополучия Каждому нашему слушателю Пожелать, чтобы деньги приходили легче Чтобы действительно были силы, желания, энергия развиваться Вкладывать в себя Договариваться со своим партнером Да, не всегда это легко Но нужно иметь терпение Постепенно любой человек откроется вам навстречу Ну и, конечно, вообще относиться к себе с любовью Потому что если мы любим себя То тогда мы стараемся лучшую жизнь создать Для себя и для своих близких Так что, наверное, вот это основное Ну, дякую вам великое За то, что пришли до нас За то, что мы про гроши сегодня поговорили У нашей семейной программе Это была Ганна Карпека Специалист по грошовой мысли Ну, а я, Татьяна Гулейка, развитываюсь Радости и добра кожному из вас Семейная программа для всех и кожного Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok